Для меня имеет очень большое значение высота главной пары относительно самого рояля. Здесь я всегда кооперирую высоту и наклон головок с крышкой. Зрительно я продолжаю линию крышки и в зависимости от того, в каком стиле музыки я работаю, я могу немножко регулировать высоту. Например, если крышка будет как бы захватывать область постановки микрофонов, то тогда план будет немножко ближе, чуть более плотный будет звук и меньше отражений. Если я поднимаю главную пару таким образом, чтобы она чуть-чуть выходила за границу вот этой оптической линии крышки, то тогда количество отраженных звуков из-за рояля будет увеличиваться при том, что сохранение плана будет. То есть план будет тот же самый, а объем, количество отраженных частот увеличится. Это больше используется для таких стилей музыки, где требуется больше воздуха, больший объем звучания или где больше используется форте и требуется просто больше объема для того, чтобы это форте передать. Сегодня у нас музыка не такая масштабная, поэтому сегодня немножко пониже опускаю для того, чтобы больше было прямого звука от рояля и большого количества отражений из-за рояля не было. И наклоняю их примерно таким образом, чтобы они вдоль крышки были направлены на прямое излучение деки. Потому что если я опущу главную пару ниже, то тогда в звучание моих микрофонов к нему будет добавляться еще и отражение от крышки. В некоторых случаях это звучит хорошо, в данном случае сегодня мне это не нужно. Поэтому я поднимаюсь над отражением от крышки, который идет сюда и беру прямой звук рояля с общей позиции, в которой рояль является объемным, большим, широким, плотным, мощным инструментом и успевает раскрыть все свое акустическое могущество через тот воздух, который между декой и микрофонами находится. Здесь важно обратить внимание, каким образом ось главной пары расположена относительно рояля. Здесь, на мой взгляд, не может быть геометрического центра, поскольку сам рояль геометрически неотцентрированный инструмент. Крышка его ближе к басам более узкая, ближе к верхам более широкая. Кроме того, основная акустическая энергия от атак звука идет именно в области молотков, которые находятся с этой стороны инструмента. Поэтому здесь я всегда центрирую эту ось таким образом, чтобы полное раскрытие инструмента равномерно распределялось между обоими микрофонами, чтобы не было акустического перекоса. Потому что, если я поставлю сюда эту ось, эту главную пару, сдвину ее вправо, то тогда у меня вся основная энергия сместится в более левую часть. Поэтому я ее центрирую таким образом, чтобы, во-первых, микрофоны не выходили за границу там, где крышка кончается. С другой стороны, они находились в области наибольшей акустической плотности излучения инструмента. Микрофонная система, которую я в данный момент использую, это микрофонная система АБ. В данном случае я ее использую на такой ширине, которая дает хорошее полное стерео, при том, что я использую микрофоны, направленные на рояль для того, чтобы пользоваться только фазово-временной стереофонии. Это я делаю для того, чтобы не было подчеркивания локализации верхних струн и низких струн, чтобы рояль у меня не разваливался на верхние и низкие звуки. Для того, чтобы и верхние и низкие звуки доходили до обоих микрофонов без разницы в интенсивности и в тембре, а только с разницей по фазе. Как правило, узкая АБ, которая здесь используется, она снимает излишнюю локализованность инструмента, и при этом, если развести оси в стороны, то будет, опять-таки, слишком много отражений. Поэтому оси я направляю прямо на сам инструмент для того, чтобы тембр его был передан максимально качественным и ровным. Шириной этих микрофонов я регулирую ширину стереобазы. Если я начну их сужать ближе друг к другу, то и рояль у меня начнет сужаться. Если же я их разведу очень широко, то и рояль... Ну, во-первых, я выйду из границ подкрышечного пространства, то есть направленности рояля. Он у меня загудит по всему залу. Во-вторых, он у меня может развалиться наверх и низ, потерять середину, потерять плотность центра. Не говоря уж о том, что ни о какой моносовместимости тогда и речи быть не может. Поэтому вот здесь я выбрала такую ширину, которая дает мне хороший объем, хорошую разницу во времени прихода к левому и правому микрофону. И при этом не разваливает рояль, не делает его слишком широким. В некоторых случаях я действительно сдвигаю эту ось для того, чтобы развернуть ее. И в таком случае я беру рояль вот с этой позиции. Но тогда он никогда пара микрофонов не смотрит в этом направлении. Тогда и угол наклона оси относительно инструмента меняется. Это во многом зависит от акустических условий, в которых этот рояль записывается. Вот здесь, в этом зале, рояль равномернее звучит, если микрофоны стоят по прямой оси. В некоторых залах при такой постановке могут подчеркиваться малая октава, или немножко гудеть басы, или улетать вверхат. В таких случаях я сдвигаю ось правее, но и направляю ее в сторону примерно середины демпферного механизма для того, чтобы равномернее распределялись атаки на левую и правую сторону стереофонии. В данном случае я специально для вас, для того, чтобы вы могли послушать разницу, поставила два варианта ближних микрофонов. Два микрофона, которые вы видите посередине, это узкое АБ. Опять-таки они стоят так узко для того, чтобы снять адресность локализации, для того, чтобы и в ближнем плане стереофоническая картинка была похожа на стереофоническую картинку главного плана. Тогда использование ближних микрофонов становится более незаметным, если так можно сказать. Но вместе с ней я поставила еще и широкое АБ. Вот левый микрофон, у хвоста стоит правый микрофон. В таком случае, когда в ближнее поле ставится широкое АБ, в таком случае эти два микрофона мы не воспринимаем как стереосистему или стереомассив. Мы их используем как два микрофона на разные регистры рояля. И тогда мы их можем спокойно панорамировать, делать более узкими, потому что в такой расстановке микрофонов по отношению к роялю, если мы их полностью разведем в разные стороны стереобазы, то, конечно, рояль развалится и станет преувеличенно широким в ближнем поле. И во многом он потеряет середину, плотность середины. Поэтому вот это широкое АБ, его можно панорамировать и сужать панорамниками и регулировать панораму, соответственно, панораме главной пары микрофонов. Те микрофоны, которые стоят в центре, в паре, они уже стоят как стереосистема. И их полностью разводим налево-направо в панорамниках. И используем уже как готовый близкий звук рояля, прямой звук рояля. И по ширине стереокартины, они немножко стоят уже, но на более широкий инструмент, они должны примерно совпадать со стереокартиной главной пары микрофонов. В данной расстановке мы видим еще два дальних микрофона, которые сейчас находятся в характеристиках направленности кружок и установлены в области диффузного поля этого зала. Дальше ставить смысла нет, потому что дальше мы будем приближаться к задней стене, что будет опять-таки добавлять окраски, то есть добавлять информации о размере и форме помещения. Поэтому я их ставлю таким образом в пространстве, чтобы на них, во-первых, было немного прямого звука, но при этом то диффузное поле, которое на них будет, чтобы оно было густое и насыщенное, чтобы оно было достаточным для использования его в картине. Конечно, высоту я поднимаю значительно выше, чем находится сам рояль, именно для того, чтобы уменьшить количество прямых звуков в звучании дальних микрофонов. Но при этом я не могу поднимать их еще выше, потому что тогда я буду приближаться к потолку и, соответственно, количество первых отражений от потолка может мне дать дополнительную ненужную информацию о форме и размере помещения. Поэтому я нахожу такие точки, где диффузное поле будет максимально равномерным и неокрашенным. Продолжение следует...